Третий еще, как это называется? Они, кстати, приодонтал сет. Знаете, раньше их делала компания Mazinger, но теперь почему-то они их не производят. Я пыталась их купить, просто вот у меня все пришло в какой-то состоянии. Да, я приобрела в Москве на выставке. Я довольна, все в порядке. Но просто как-то я по привычке много лет Mazinger покупала и вдруг они перестали его. Может быть они его перестали привозить, потому что наш рынок сейчас терпит. Да, некоторые нюансы есть. Во всяком случае, ортопеды мои очень жалуются, которые ортопедический еще прием ведет. Они прям очень за многие вещи переживают. Но периодонтал сет, он называется в любом положении. Любой, я думаю, что он везде. Это как набор для артер-домтолога боров. Вам больше не надо. Не знаю. Если вы только мокрингивальные хирурги занимаетесь в помощи трех боров, отхватывается глаза и за уши. Это не обработка подкармливания, не распиливание чьей конструкции. Обработали поверхность корня. Приступаем к мобилизации следственного косничного лоскута. Если это была двуслойная методика, которую мы оперируем, то мы устанавливаем и фиксируем либо мембрану, либо аутотрансплантат. Это пластический материал. Но в данном случае это происходит обычными, фиксация обычными узловыми швами. И вот что становится нам очень удобно. Мы оставили себе вот здесь вот кусочек соединительной ткани, когда мы здесь ощепились, вот в этой зоне. И вот именно к ней нам будет очень удобно пришить узловым швом и аутотрансплантат. Помимо того, что это будет питающая, принимающая ложе, это удобство просто для фиксации и пластического материала, и аутотрансплантата. Если, конечно, здесь бывает настолько тонкий биотип, когда невозможно расшипить, не вредите тогда этой методике. Вы тогда выполняете полностью полнослойную этот лоск. К сожалению, такое очень редко, но бывает. И фиксируете аутотрансплантат или пластический материал к анатомическим, доэпитализированным сосочкам. Все равно это узловые швы. Все равно это узловые швы, простые узловые швы. Никакой особенности у них нет. Вот, а теперь мы поговорим о фиксации с листами косичного лоскута. Мы сопоставили хирургические сосочки с анатомическими, доэпитализированными. И начинаем ушивать. Ушивая мы всегда, этот метод, всегда с одного, с первого шва. Вы сопоставили сосочки, и вы начинаете пришивать любой там мизиальный сосочек, начиная с дистального, с мизиальной поверхности. Но сначала вы пришиваете сосочки. Все другие швы выполняете после этого. Вы должны сначала точно положить лоскут мобилизированный, и начать его ушивать. Вот то, о чем мы с вами сегодня говорили. про расщепленный и про... Про переключительный. А, я вам ничего не показываю, да? Угу. Понимаете. Вы напоминаете, потому что я, конечно, еще не привыкла к этой системе переключения кнопок. Вот то, что мы с вами обсуждали, как раз, это дэпитализация и расщепление. Сплит. Это расщепленный. Фул. Это вот... Я просто поясняю. Да, полнословно. И теперь я бы хотела поговорить о первом фиксирующем шве, который прижмет два сосочка, анатомически и фиоретически, друг к другу. Он называется двойной обредной кисетный шов. Его надо научиться делать, потому что это палочка-выручалочка для любого прогонтологического вмешательства, чтобы вы не оперировали. Рецессии, переимплантиты, какие-то там дефекты на области зубов или имплантатов, которые вам поможут всегда. Главное, чтобы для него у вас были сосочки, потому что вы должны подшиваться как бы через нее. Я теперь переключусь обратно и попробую вам его нарисовать. Потом мы еще раз на клиническом примере и на модели я еще раз все это покажу последовательно, куда и что там переводится. Давайте я, наверное, зеленым нарисую зуб, а иглу, нитку буду рисовать синий, чтобы она была более контрастной, более было понятно. Естественно, что мы сейчас подставляем стык-стык. Я просто нарисовала, да, принимающие ложи с небольшим расстоянием от лиственного косичного лоска, чтобы было больше понимания. Первый вкол производится всегда вестибулярно, в основании межзубного сосочка хирургического на лиственном костичном лоскуте. Вот я здесь буду ставить циферки, что это первый вкол, потому что вколов у нас будет много. вы прокалываетесь основание с лиственной костичного сосочка с лиственной костичного лоскута. Проходите на небную поверхность под межконтактным пунктом. Прокалываетесь хирургический сосочек, вот это точка 2, в которую вы прокалываетесь, и выходите на небе. Дистальной поверхности нюбного сосочка с другой стороны, да, зуба получается, вы входите в основание межзубного сосочка с неба и выкалываетесь вестибулярно на анатомическом лепитализированном сосочке. Изнутри прокалываетесь в основании межзубного сосочка с лиственной костичного лоскута. Выходите, делаете обратно рядом совсем где-то в миллиметре вкол в основании хирургического сосочка с лиственной костичного лоскута. Проводите ниточку обратно и вкалываясь в межзубной сосочек анатомически депитализированный, выводите обратно небную нитку. Обхватываете зуб и еще раз медиально возвращаетесь, прокалываете межзубной сосочек. Это у вас будет шестой. Сейчас я цифры пытаюсь. Выходите, вы вкалываете с небной поверхности в основании и выходите вот здесь вот в области депитализированного анатомического. И делаете фиксацию зубом. То есть не прокалывается? Нет, это очень важно. Начиная с фитологической, а затем на анатомической. Да. И вот здесь вы завязываетесь. Значит, что позволяет сделать этот швов? За счет двойного обвития самой коронки. И вот здесь у вас получается петлевидная фиксация на дистальном сосочке. Вы одним швом сразу прижимаете с двух сторон сопоставленные анатомически с хирургическим системами. Все. Ваша рецессия. Следственное косичное лоскут зафиксировано. Теперь мы начинаем выполнять все последующие прижимающие швы и устранение вертикального. Неправильно. Принципиально. Первый шов после вот этого мы накладываем в самом опекаемом положении. То есть от начала вертикальных разрезов. Вот этот шов должен быть, ну по возможности, я понимаю, что все бывает, но вы должны стремиться к этому. Этот шов должен быть особенно костичным.